Здравствуйте, коллеги и зрители канала Я-Парикмахер. Меня зовут Марина Туманова, я являюсь колористом и преподавателем Kate Magic Beauty школы. Я хочу вам показать фрагмент быстрых техник сложного окрашивания. Сегодня я хочу вам показать разделение и нюансы окрашивания в разных зонах. Делим на четыре зоны, выделяем центральный пробор. Стандартный центральный пробор. И дальше от уха до уха, с наивысшей точки головы, за ухо. Здесь вам ориентируем, будет косточка за ухом, вы можете ее нащупать вот здесь вот. То есть пробор будет от центральной точки головы, наивысшей точки головы, за ухом. Разделяем. Когда клиент у нас носит распущенные волосы, некоторые зоны у нас совсем не видно. Поэтому прорабатывать корень в некоторых зонах настолько тщательно, как в видимых зонах, не обязательно. Сейчас я вам покажу, как мы будем делать окрашивание в различных зонах. Вот разделили мы голову на четыре зоны. Дальше мы смотрим, как у нас клиент носит распущенные волосы. Или когда он забирает в хвост. У нас видно зоны около лица, челку. Ну и если делать высокий хвост, то зону, где шея. Эти зоны мы выделяем отдельно, потому что мы их будем прорабатывать более тщательно. Это зона челки и прикорневую зону. Вот таким образом мы выделили краевую линию. Также мы выделяем зону макушки. То же самое мы выполняем с другой стороны. Итак, мы выделили боковые зоны, зону челки, краевую линию около лица и зону макушки. Зона на затылке и рядом с шеей у нас считается невидимой зоной. То есть вот эта зона у нас, она не подлежит сильной обработке прикорневой зоны. Поэтому мы ее тоже выделяем, чтобы на ней работать уже другой техникой. Краевую линию мы все выделили. Для чего мы это сделали? Вот эту краевую линию мы будем прорабатывать техникой AirTouch. И будем уделять особое внимание прикорневой зоне. Это делаем для того, чтобы когда клиент забирал волосы в хвост, все светлые проработки у нас были видны. Также зоны челки. Боковые зоны мы будем прорабатывать тоже максимально тщательно, но с большими пропусками. И ближе зона, которая у нас будет на макушке, она тоже будет прорабатываться близко к корню. Поэтому зона на затылке, вот эта вот зона, она у нас считается невидимой зоной, так как когда клиент распускает волосы, ее не видно. Видны только концы. Поэтому здесь будем особое внимание уделять концам. А прикорневой зоне здесь нет смысла уделять особого внимания и тратить на это времени. Потому что как получается, когда мы начинаем работать затылка, мы здесь уделяем очень большое внимание прикорневой зоне. Когда доходим сюда, у нас уже все, сил не хватает, мы здесь уже начинаем больше пропусков делать. И получается здесь у нас светлая зона, здесь уже не такая светлая. Для рельефного окрашивания достаточно, что проработана будет у нас линия около лица, линия, которая у нас забирается в хвост и макушка. Таким образом мы подготовили разделение. Готовили голову к дальнейшему окрашиванию. Модель Анастасии у нас носит стрижку каре. Мы выделили зоны, которые мы будем прокрашивать тщательно методом AirTouch, техника AirTouch. Это зоны около лица, как я уже говорила в прошлом видео. И зоны над ушком. Зоны, которые у нас на шее находятся. То есть здесь вы уже спрашиваете клиента, как он у вас носит волосы. Если волосы длинные и клиент носит высокий хвост, то эту зону мы тоже прорабатываем техникой AirTouch. Модель Настя, она не носит у нас хвост, носит в основном распущенные волосы. Ну и стрижка каре, как правило, подразумевает невидимость этой зоны, поэтому мы ее трогать не будем. Выделяем прядь зигзагом. Зигзаг делаем побольше. Прядь шириной где-то полтора сантиметра. Проводим расческой и фалангами пальцем держим прядь вот таким образом. И прокрашиваем где-то, отступая 5 сантиметров от корня. Сейчас мы будем наносить обесцвечивающий продукт. Также в зависимости от желания клиента вы можете наносить всякие хай-блонды, 12-й ряд, если вы хотите сделать эффект выгоревших волос. Мы наносим обесцвечивающую пудру вот по такому рельефу. То есть видите, косточки. Таким образом мы наносим, немножко растушевывая кверху. Дальше кому удобно. Здесь я не буду работать на планшете, буду прорабатывать концы вот таким образом. Здесь особое внимание уделяем кончикам волос. Берем фольгу размером с прядь. Она не должна быть короткой и также не должна быть слишком длинной. И еще раз наносим на кончики. Даже длинноватая фольга, можете немножко убрать. Длинная фольга, она будет создавать тяжесть на пряди. И впоследствии, когда вы будете дальше продолжать красить, она может сползти. Нам этого не нужно. Поэтому фольгу большую мы не берем. И перекрываем аккуратно. На кончиках вы можете здесь вот прижать. А здесь, чтобы не испортить рисунок, мы аккуратно перекрываем. Либо маленьким зажимчиком, как вам удобно, зажимаем. Либо уголки внутрь. Все, первая прядь у нас готова. Таким образом мы прорабатываем всю эту зону. Противоположную зону. На макушке мы будем поступать таким же образом, но будем чередовать. То есть две пряди мы будем делать по бокам, одну посередине. Ближе к макушке мы будем брать пряди намного тоньше, для того, чтобы сделать здесь гораздо светлее, чем вот в этой зоне. Сейчас я вам покажу, как мы будем окрашивать зону у лица. Или так называемый контуринг. Здесь нужно вставать напротив клиента. Поэтому ищите удобное для себя положение. Вот у нас такая зона челки. Здесь у нас получится где-то три тоненьких пряди. Выделяем легким зигзагом. Здесь мы будем работать с техникой айртач. И выдувать мы будем от лица, для того, чтобы здесь максимально были светлые пряди от корня. Здесь я буду пользоваться планшетом, для того, чтобы поближе добраться к корню. И чтобы прядь всегда была в натяжении. Вот таким образом. Работаем ближе к основанию ребром кисти, чтобы не делать никаких прямых линий. И тщательно пропитываем продуктом прядь. Здесь мы не будем перекладывать фольгой, а будем заворачивать фольгу. Таким образом. И делаем первый заворот, чтобы кончик пряди у нас не нашел на корень. Здесь у нас нет никакого рисунка, поэтому смело можем перекладывать фольгой, зажимать зажимом. Рисунок мы здесь не делаем для максимально светлых прядей у лица. У нас получается вторая прядь и третья. В зависимости от желания клиента вы можете эти технику комбинировать. Здесь мы делаем более светлые пряди у лица и по контуру. Но бывает так, что клиент не хочет, чтобы было светло у лица. Хочет, чтобы создавалась тень. Более прочерченный контур. Я хочу у лица, чтобы было потемнее, а макушка была светлая. Тогда мы наоборот. Пряди, которые мы выделили в этот контуринг, мы их оставляем. Либо прокрашиваем в темный. А остальные зоны уже делаем в различных техниках. Техника балаяш, техника шатуш, техника хайртач. Каждая выбирает свою, но исходя от желаний клиента, мы где-то уделяем внимание прокрасам, где-то уделяем более прокрашиванию корней, а где-то мы уделяем более тщательному прокрашиванию кончиков волос. Таким образом мы пройдем зону челки и зону лица за ушком. Также смотрите зону макушки. Опять же, в зависимости от того, что хочет клиент, мы можем здесь вот это разделение, которое мы делали, разделить еще, выделить как бы такой прямоугольник от уголков брови, либо там, где заканчивается у нас зона челки. Мы выделяем. Боковую зону на две зоны. И тогда получится вот эту зону мы будем прокрашивать в технике балаяш, либо в технике хэнд тач, уделяя внимание кончикам. А эту зону мы можем прокрасить в технике аэртач, для того, чтобы у нас верхняя часть была более светлой. Эта зона у нас тоже будет считаться невидимой, поэтому здесь будут видны только у нас кончики. Это опять по желанию клиента. Здесь мы будем делать все в технике хэнд тач, так как клиент хочет, чтобы было больше светлых прядей у лица, а само окрашивание было более рельефно. Друзья, вот что у нас получилось. Готовы представить вам наш результат. Я не стала делать с локона клиенту, чтобы вы видели все переходы. Вот наша челочная часть, где мы делали аэртач. Зона челки. Также, если клиент будет собирать все в хвост. Вот наш затылок, где все невидимые части, про которые я вам говорила, перекрыты тщательно уделенной макушке. То есть на затылке мы здесь не красили. Здесь прокрашивали в основном только концы. И ближе к макушке мы подходили ближе к корне. Вот что у нас получилось. С вами была Марина Туманова. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok